Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Вот сейчас тот период, когда у нас уже завязались хорошие вот такие нижние кисти сформировались, и наступает пора возникновения фитофторы. Начинаются дожди, прохладно, и нам нужно уметь отразить это заболевание и любое грибковое. Я вчера говорила, что когда буду обрабатывать, какие-то делать обработки, я вам все подробно расскажу и покажу. Вот сегодня я вышла, чтобы обработать бордовской смесью, и сейчас все вам расскажу. Эта обработка у меня профилактическая, у меня еще нет признаков заболевания, но я уже заранее побеспокоюсь о своих томатах и обработаю их, вот сделаю голубое опрыскивание. Как разводить бордовскую смесь я уже рассказывала, повторять не буду, это очень долго, потому что там надо соблюдать много мелочей, посмотрите видео отдельно. Сейчас я расскажу о самой обработке. Обрабатывать выхожу, как всегда, рано утром, но перед тем, как обработать накануне, вы должны подготовить участок. Как подготовить? Специалисты рекомендуют, перед обработкой фитофторы нужно обрезать все нижние старые листья. Сейчас я вам покажу. Я вчера вот этим занималась. Я срезала все старые листья, оголила стволики. Стволики оголяем для чего? Для того, чтобы при обработке обязательно нужно обработать вот этот ствол томата. Мы все знаем, что у нас фитофтора начинается снизу. Снизу, прямо от земли, она идет, идет. Сначала нижние листья заболевают, особенно вот нижняя часть листа, вот с той стороны именно. Где показать-то вам? А, сейчас покажу. Вот лист, например, и начинается всегда вот с той стороны, с нижней стороны листа. Поэтому нижние листья, если они у вас старые, такие пожелтевшие, уже не очень хорошие, лучше их убрать, оголить. Тем более, вот эти кисти нижние уже, если налились, сформировались, вообще их надо убрать. Для того, чтобы при обработке и вот сюда на землю попало, а, я забыла сказать, мало их обрезать, их нужно с земли, вот видите, я почистила, все убрать. Потому что если они будут у вас вот так лежать, то они прикроют с собой землю, и вот этот раствор целительный на землю не попадет. Желательно, чтобы он попал и сюда, и на ствол, и везде, и дальше, и дальше. Основной упор, это на низ растения. Вся фитофтора идет с самого низа. Она идет сначала первые листья, нижние, потом выше, 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 и дойдет до самой макушки, повредит вам все. Вот. Обрабатывать только свежеприготовленным раствором. Свежеприготовленным раствором. При обработке уделить особое внимание, как я уже говорила, вот низу. Обрабатываете и стволики, я вот и приствольную часть, вот это все обрабатываете. И если у вас листья, например, не удалены, обязательно снизу, снизу нижнюю часть листа. Но я обычно все убираю, обрабатываю вот так. Так, я обрабатываю весь куст. Весь куст обрабатываю, начинаю снизу и до самого верха. И пошла, 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 пошла. Это очень быстро. У кого нет большого вот такого жука с телескопической вот такой вот насадкой, я вот с такой насадкой объем беру сразу влево 2 метра и вправо 2 метра все ряды. Пошла, пошла, пошла. Можно просто маленьким, ручным опрыскивать. Главное запомнить, что раствор хранить нельзя. Приготовили, нужно сразу-сразу, мне неудобно одной рукой. Нужно сразу все употреблять, применять. Хранить раствор нельзя. Потом совмещать раствор ни с какими другими нельзя. Только бордосская смесь. Действует 7-12 дней, поэтому за сезон можно обработать 3-4 раза. Если вы будете правильно растворять, по инструкции, раствор бордосской смеси не фитоксичен ни для растений, ни для чего. Он безвредный. За 2 недели, срок ожидания 2 недели 15 дней. За 2 недели он полностью разлагается, вымывается. Вот так можно обработать очень быстро огромный участок. Обрабатывайте бордосской смесью профилактически или при первых признаках заболевания. Это очень простое, эффективное средство, проверенное уже не только годами, а десятилетиями. Все опытные садоводы начинали с него. Это сейчас много импортных средств. Раньше была только бордосская смесь. И всегда получали очень хороший результат. Вот так я показала вам, как обрабатывать бордосской смесью. Ничего сложного нет. Главное правильно приготовить раствор. Не хранить его. Приготовили, сразу опрыскивайте. Все. На 2 недели у вас будет ваше растение защищено. Через 2 недели, через 15 дней можно будет повторить. Выбирайте погоду, чтобы не было дождя, чтобы его сразу же не смыло. Хотя бы, чтобы день-полтора он подействовал. Работать начинает через 2 часа моментально. Если есть какие-то грибки, все убьет. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Заходите ко мне на страницу в Одноклассниках. Набирайте город Бейск, Алтайский край. Там все мои видео, фото и заметки. Желаю хороших урожаев. Чтобы не было никаких у нас болезней. Все, я пошла работать. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok